Привет, привет, пусики и пупсики! Наконец-то я решила добить это видео. На мне сегодня цвет настроения фиолетовый. Если вы увидите патчи, видите мышек со звездочками. Это я купила в Ашане. Вот такие вот патчи. Стоили они 39 рублей. И была последняя упаковочка. Я не могла пройти мимо. Единственное, что мне приносит дискомфорт с этими патчами, это то, что они воняют розой. Я ненавижу аромат розы в парфюмерии, в косметике. То есть в живых розах мне нравятся. А так нет, он слишком химозный и стрёмный. Еще у меня сегодня футболка. С зеликой фиолетовая. В общем, сегодня мы наконец-то будем испытывать карандаши. Набор карандашей для губ, которые я купила на ягодках. У меня должно было быть, девочки и мальчики, 12 карандашей. Но у меня их только 11. Что могу сказать? Эти карандаши очень популярны. И они стоят буквально там где-то 250 рублей. И они в два раза толще, чем обычный карандаш для губ. Это я вот сравниваю с Эссенс. Это не реклама. Мне за нее не заплатили. Я заплатила свои деньги. Что я сделала маникюр, наконец-то. Я вам говорила о том, что маникюр у меня будет розовый. Ну, тот гейлак, который я тоже взяла на ягодках. Ну, я нашла свою коробку со старыми гейлаками, которыми я не пользовалась. И... Сами видите. Я вас чуть-чуть отодвину. Итак, у меня нет какого-то цвета. Если я не ошибаюсь. Это 404. Я начну с 401. Я не специально с него начала. Он мне просто попался. То есть, первый цвет самый светлый. И последний цвет самый теплый. Мажутся они шикарно. А что я считаю шикарно? То есть, очень мягко. И пигментировано. Они по губам прям как по маслу идут. У нас на улице ветер. Я два дня спала с открытым окном, потому что было жарко. А сегодня ночью я замерзла. Я даже не знаю, что уже. Когда ты мерзнешь или когда тебе жарко. Такой вот он. Теплый. Чуть-чуть выпиливает губы. Неплохой цвет. Неплохой. Салфетки я не купила. Поэтому пользуюсь такими. Дешманскими. Причем я была в подружке. И ничего там не купила. Я просто забыла, зачем туда сошла. Прикиньте. Пошла я со салфетками. Я забыла. Так. Следующий цвет у нас Должен быть 402. Да, я нашла 402 цвет. Сейчас переверну. Не могу никак подружиться с фокусировкой. Какой-то прям очень теплый. Не могу нормально сойти в контакт. Потому что, особенно вчера, у меня был дискомфорт. Потому что у меня просто вся лента в предложенных. Не в предложенных. Все мои группы писали только о двух вещах. Главная вещь. Это прям топ. Это хит. Очередное выгрута с Селеной Гомос. Девочки и мальчики. У кого лента тоже в Селене Гомос? Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Я с вами. Спасибо отдельно тем людям. Оттеночек тепленький. Которые в комментариях поясняют за ситуацию. Короче. Как я поняла. Селена продолжает искать в ТикТоке всякие видео типа про их отношения с Бибером. Плачутся. Ставят там лайки. Пишут спасибо за поддержку. И второй случай. То, что Селена нашла видео, где Хейли Бибер когда услышала про ее подружку Селена Тейлор Свифт сделала типа рыкающий жест типа типа плеводина типа она ее бесит. И Селенка написала типа я за друзей там за товарища бью в лакалище. Короче. Я вас всех терпить не могу. Я за свою Тейлору бью нахрен. И пошли вы все в жопу. Я ухожу соц. детей. Так. Точно. Наттенок 400 грив. Вот. Но это не самое главное. Да. Это не самое главное. Самое главное в том. Селену пожаловалась в сторис. Что ей плохо сделали ламинирование бровей. Там криво, косо. Короче. Что ей передержали. Как я поняла. Сожгли. И все это покосоебило. Ну короче. Девочки. Ну и типичная ситуация. Когда там идешь по дежману, советы например делать бруи. Или когда идешь там в мотели куда-нибудь. Вот. И через какое-то время часа через два Кайли Дженнер выложила селфи с подписью на бровях типа А это точно произошло случайно. И потом еще через какое-то время там через полчаса через час короче через короткое время Кайли тоже выкладывает добавляет сторис типа скриншот как она общается с Хейли Пивер через снэпчат и они друг другу показывают свои брови так оттенок четыреста третий и у фанатов зеленогомосов у зеленаторов прибегло они у всех бомбанули пуганы они даже вели новый тренд против Кайли что они типа выкидывают помойку косметику Кайли и типа делают скриншоты корзин что типа купили в замен Кайли косметику с зеленогомосом кто-то кстати в комментариях написал что не выходит ли у зеленки скоро альбом это у меня тоже такой вопрос с зеленой у тебя не выходит альбом 405 за Кайли ничего не могу сказать тоже не поняла ничего за поступок поэтому что от нее комментарии единственное что она сказала недавно что типа это все высасали из пальца если честно я знаю как зеленаторы высасывают все из пальца у меня раньше где-то в году 2012 2013 была огромная группа про Леди Гагу в ней было что-то около 10 тысяч подписчиков называлась эта группа типичная Гага гага но мы ее переименовывали много раз пока один козел нам в админы не попался в общем и я уже тогда знала что зеленатры чуть-чуть ябанутенькие но я думала что время прошло люди поумнели выросли оказывается нет так 405 Хейли закрыла комментарии инстаграм потому что ее почти полностью заедили Хейли ничего не закрыла даже там мамы доебались оттенок 406 ну и вторая кстати новость которая у меня мелькает в ленте это Сентея Носаги Авардс роскошно в платье от Валентина это розовое платье с розами честно скажу что мне не нравится такое ей такое не идет оно очень полеводное но прям слишком нежнятинго ничего роскошного я не заметила вот колье которое у нее да это загляденье платья нет прическа тоже идет леду идем дальше так следующий оттенок я возьму 407 я вроде правильно это ничего не перепутала вот что еще хочу сказать девочки мальчики пусики я разочаровалась в помадах в Аберлик те самые помады с предыдущим видео которые я так восхваляла у них реально шикарный цвет они шикарно наносятся но я проходила с ними 2 часа стала смывать они не смываются то есть они как тинт пигмент так въелся в мои губы что я еще несколько дней ходила с ярко-розовыми губами так что думаете стоит ли это до того а еще я решила себе качать 4 мл все-таки но не знаю еще когда может быть через месяц но это точно будет так какой у нас был цвет 249 409 наверное 407 408 я беру 409 10 сейчас ап по порядку сделал так это прям как по масле не я не не можно найти какой то свой оттенок мне интересно что там 404 был который я проверила красивый оттенок такой глубокий цвет оттенок оттенок 409 вод же я вас совсем забыла на прошлой неделе поздравить с масленицей хотя хотя сама я пожелась блинов мамочка что-то в этот раз решила сделать акцент на дрощевых блинов на толстеньких нас блины как подразделяются на тонкие толстые дрощевые тонкие и она решила три раза аж делать дрощевые я до сих пор их поедаю но я все-таки люблю больше тонкие блины нехудобней сворачивать всякую фигню кстати очень неплохой цвет мне он нравится 409 классный цвет я его оставлю отброшу следующий цвет 410 уже прям такие темные сушите с вами я так научусь быстро красить губы а может аж еще и ровно мне кажется кривоватенько такой вот кирпичный оттенок надо же мы так быстро управились осталось два карандаша пощипывают патчи ну я кстати люблю когда уходовая косметика пощипывает мне тогда кажется что она действует потому что я не зря потратила деньги и а если у меня токажок пойдет от какой-нибудь косметики я буду думать что так и надо это Лена так оттенок 411 он такой розоватенький вроде вроде странно он вроде темный должен быть не мой цвет абсолютно и последний карандашик самый темный у меня слезают мышки 412 это ветер я сижу прям под крышей поэтому так слышно мне кажется что коричневой менее пойдет это 412 ну в общем это все один карандаш я проебала мы с вами мы с вами вот успели посмотреть все еще девочки, мальчики, пусики все я хочу сказать в следующем видео скорее всего мы с вами будем тестировать одну популярную с ягодку цветную цветную бюджетную и я сказала набор для ламинирования бровей но но это не отсылка к зелене гомосу честно я заказала его еще раньше просто просто как-то так сложилось вот правда честно говорю что это просто так сложилось и мы с вами будем ламинировать брови я пока еще точно не знаю когда но это будет скорее всего в ближайших видео в общем я до сих пор не научилась с вами прощаться всем пока спасибо за просмотры я уже увидела что на одном из моих видео 700 просмотров что у меня уже 83 подписчика если честно я месяц назад не думала что вообще до такого дойдет честно я не думала и это очень круто большое спасибо за лайки за комменты я всех читаю я всех вижу я даже вижу те кто не подписан и все равно вам благодарна в общем спасибо оставайтесь со мной и и радуйтесь жизни не будьте токсиками все всех люблю всем пока